В рамках подведения итогов социально-экономического развития муниципалитетов глава республики старается побывать на предприятиях, объектах социальной сферы, встретиться с людьми. Вчера была очередь в Шумерле. В Шумерле он посмотрел, как работает комплексный центр социального обслуживания населения. Сюда приходят дети из не совсем благополучных семей, те, кто стоит на учете в полиции. Педагоги стараются понять их интересы, разнообразить досуг, чтобы ребята захотели прийти сюда еще раз. Своеобразным клубом стал центр и для взрослых людей. Для них организовывают оздоровительную гимнастику, открыли школу компьютерной грамотности. На встрече с жителями шел разговор о том, как сделать город комфортным для проживания. Работа здесь – непочатый край. Серьезные реконструкции подверглись коммунальные сети, благодаря этому сократились финансовые потери. Налажен учет и контроль за присоединением к теплотрассам, проводятся работы по экономии топливно-энергетических ресурсов, энергосбережению. Отметил Александр Зиновьев, глава администрации города Шумерля. Два градообразующих предприятия – Шумерлинский завод специализированных автомобилей и комбинат автомобильных фургонов. Делают хорошее осчисление в местный бюджет, сохраняют рабочие места. В прошлом году возобновило работу шумерлинское хлебоприемное предприятие. Открылась швейная фабрика. В этом году муниципалитет займется благоустройством дворов. Перечень их 50. На это будет направлено более 25 миллионов рублей. Говорили на совещании о развитии социальной сферы. В Шумерлине не хватает медицинских кадров. До 1 сентября этого года необходимо завершить переселение граждан заваринного жилищного фонда. Важной задачей остается ремонт школ и детских садов. Михаил Игнатьев подчеркнул, что образование было и остается приоритетом социальной политики. К 2025 году будет отремонтировано и реконструировано 32 школы. Создано 16,5 тысяч мест для школьников. Значительные средства направляются на создание условий для профессиональной реализации молодых людей.